Добрый день, в эфире телеканала Югра Новости, с вами Наталья Акст. Сургут стал одним из городов страны, где прошел всероссийский молебен о победе. Для этого в Георгиевский храм привезли мощи великомученика Георгия Победоносца. К молебну, по предварительным оценкам, присоединились 25 тысяч югорчан. Подробности узнаем в сюжете Натальи Соловьевой. Югорчане смогли приложиться к мощам великомученика Георгия Победоносца. Ковчег с Великой Святыней с пятницы по воскресенье гостил в Георгиевском храме в Сургуте. Его встречали и провожали живым коридором. Внутри ящика часть правой руки святого. Мощи в рамках акции «Всероссийский молебен о победе» должны объехать 89 регионов страны, побывать в сотни городов. Доверили перевозить святыню Всероссийскому Русскому Народному Собору. Свой путь по стране Ковчег начал с благословения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 мая. И вот уже практически сколько у нас с мая, более 100 дней мы путешествуем по стране. Не так давно Ковчег был в Сахалин, Камчатка, Магадан, Якутия, Норильск, Салихард. Салихард, он прибыл к вам. Поэтому славный хантамансийский регион, в него прибыл славный святой Георгий. Вот у вас храм замечательный, я тоже смотрю, с фресками, с иконами святого Георгия. Поэтому можно сказать, что в той Георгии пришел к себе домой. Всероссийский молебен о победе собрал духовенство и мирян. Первое богослужение совершил митрополит хантамансийский и сургутский Павел. Георгий Побиноносец покровитель русского воинства. Поэтому и молитву к нему обращают особую. О военнослужащих армии и их победах. Почему особая? Да потому что отечество в опасности это раз. И второе, что особая, когда мы все вместе. А когда мы все вместе молимся, то сила молитвы удваивается, утраивается. Она имеет большую силу. Это, знаете, как один человек молится. И молится огромное количество. Как одна свеча горит, и горит целый подсвечник. Конечно же, одну свечу легко погасить. Так и молитву одного. А когда все вместе, тогда сила. Молебны над мощами Георгия Победоносца проходили каждые полтора часа. А при этом их проводили священнослужители из разных приходов. Приезжали паломники из других городов. Все праздники сюда приходим. Сегодня вот тоже случайно были на даче. Узнали, что такое мероприятие. Все бросили, приехали. Сейчас с такими чувствами, что даже не можем. Прочитан был Акафист Георгий Победоносцу. Евангелие прочитано было. И там уже имена каждый называл. Так что было благодать хорошее. И для наших тоже воинов. Молить спасение наших воинов и нашу Россию. И о семье, конечно. И семью. Чтобы спасли нашу Россию. Чтобы Россия победила. Чтобы Россия была впереди, как она должна быть. Как она была веков, веков. С победой будем, ребята. Будем молиться за них. В общей сложности за два дня к всероссийскому молебну о победе присоединились почти 25 тысяч угорчан. Наталья Соловьева, Евгений Симаков, телерадиокомпания «Югра», Сургут. И к другим темам. Югорским лесопожарным удалось остановить огонь в двух с половиной километрах от поселка Кыркатеево Сургутского района. Причиной возгорания стал человеческий фактор. Сейчас на территории Югры действует семь лесных пожаров на площади 194 гектара. Основная причина данных возгораний – грозовая активность. Всего в тушении задействовано 85 человек. За прошедшие сутки ликвидировано семь лесных пожаров, обнаружено семь. Всего в тушении задействовано 85 человек. План по авиации сегодня – 12 самолетов на мониторинге и два вертолета на тушение. Угрозно-селенным пунктам и объектам экономики нет. Столкновение с грузовиком привело к смерти в субботу днем в Нефтьюганском районе. 36-летний водитель за рулем ВАЗа не успел обогнать впереди идущий автомобиль. И лоб в лоб столкнулся с американским большегрузом «Фрейдлайнер». Виновник аварии скончался до приезда скорой помощи. Всего за минувшие выходные на дорогах Югры зарегистрировано 8 ДТП, в которых один человек погиб, еще 9 получили травмы. 44 водителя попались госавтоинспектором в нетрезвом виде. 76 выехали навстречку. Еще 189 нарушили правила перевозки детей. В битве «Титанов» победил супергерой из Нижневартовска. Олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев одолел доминиканского боксера Франсиса Фрамету. По регламенту соперники провели на ринге все 10 запланированных раундов. В итоге единогласным решением судей победу одержал Альберт Батыргазиев. Югорчинин контролировал ситуацию и не давал сопернику по прозвищу «Ужасный» работать в полную мощь. Перед 10 раундом доминиканец пытался выиграть время и умышленно затягивал перерыв. Но Альберт Батыргазиев справился с хитростями Фраметы и довел бой до логичного завершения. Отмечу, что вортовчанин прервал победную серию доминиканца, которая длилась 6 лет и насчитал 17 побед. Первое поражение доминиканца случилось на югорской земле. После объявления результатов Фрамета не смог сдержать своих слез. Бой шел по плану. Мы не планировали заканчивать его досрочно, так как ради уважения к нашему сопернику. Он приехал издалека, как я говорил ранее. Надеюсь, вам понравилось. Это у нас был такой 10-раундовый спарринг с хорошим топовым боксером. Рейтинговый бой, никакого пояса, поэтому все без обид. В ринге война за рингом дружба. Спасибо огромному моему сопернику, большое ему уважение. Я себя не очень чувствую, так как очень готовился к этому бою. К сожалению, сегодня не мой день. Но я бы хотел поблагодарить болельщиков. Поражение лишь доказывает, что нам нужно работать сильнее и понимать, что в спорте тоже иногда проигрывают. После боя тренер Альберта Бутергазиева Эдуард Кравцов рассказал о ближайших планах своего подопечного. Расслабляться вортовчанин не намерен. После непродолжительного отдыха Альберт начнет готовиться к следующему бою на профессиональном ринге. Его он проведет осенью. Отдых, причем, достаточно короткий. Он будет у нас продолжаться буквально две с половиной недели. И мы начинаем следующий лагерь. И 21 октября мы планируем следующий бой в рамках форума «Россия спортивная держава» в Перми. Добились своих побед и еще шесть югорчан. Трое из них праздновали свой дебют на профессиональном ринге. Руслан Питгерняк по итогам четырех раундов не оставил шансов сопернику из Узбекистана. Кагир Минутулаев одолел Асадбека Рамзиева. Еще одним дебютантом среди профессионалов стал победитель первых европейских игр Бахтавар Назиров. Выпускник югорского колледжа-интерната Олимпийского резерва взял верх над Дмитрием Спиваком. И единогласным решением судей добился победы. Честно сказать, я даже не успел понять, потому что четыре раунда всего было. И дистанция как бы короткая, и все так быстро проходило. Я не успел даже еще понять разницу между любителем и профессионалом. Не знаю, еще не понял, честно сказать. Первый дебютный бой и здесь, в Ханты-Мансийске, еще на вечере моего друга Алиберта. Ну это очень, это памятно. Сергей Устюгов завоевал две медали на чемпионате страны по лыжи-роллерам. Накануне он завершился в Ханты-Мансийске. Сначала Сергей принес золотые медали окружной команде в эстафете. А затем сенсационно стал вторым в спринте на 200 метров. Олимпийский чемпион Пекина впервые принимал участие в этой дисциплине и смог выбить из борьбы бронзового чемпиона мира Ивана Жилинского. Их турнирная сетка свела в полуфинале. Халка, именно такое прозвище дали Жилинскому, болельщики уступил Сергею Устюгову на финише. Но в финале югорчанин уступил другому мастодонту лыжи-роллерного спорта Дмитрию Воронину. Итог – серебряная медаль. И поехали. Воронин стартанул на мгновение раньше Устюгова, но при этом Серега под каждый шаг не опускает. Воронин идет диагональным, равнинным, но не упускает Серегу. Серега добавляет. Воронин уверенно, уверенно уходит от Устюгова. Своей легендарной техники укатывается. Оглянулся, посмотрел и понял, что да, он это сделал. Я был приятно удивлен, что они слишком быстрые. И как я буду смотреться с чистыми спринтерами, которые реально спринтеры. Бегают на 200 метров, взрываются, у них своя техника. И хотелось бы попробовать свою лыжную технику и сравниться с ребятами. Я скажу, это вообще не передать словами. И для себя в будущем, чтобы мой спортивный результат рос, я буду использовать скоростные лыжи-роллеры для каких-то, наверное, скоростных тренировок. В заключительный день чемпионата Сергей Устюгов принял участие в масс-старте. Дистанция у мужчин составила 30 километров. Дважды олимпийский чемпион выходил на разведку и возглавлял пелотон. Но спустя какое-то время отдавал лидерство другим спортсменам. А сам терялся в середине большой группы ролистов. В итоге на заключительном круге финишный рывок у Сергея не получился. Он только 16-й. А вот еще один югорчанин Рифат Софиулин напротив. Оказавшись в лидирующей группе, наш спортсмен сумел удержать позиции и заехать на третью ступень педестала. Второе место занял Илья Безгин, а выиграл масс-старт Андрей Краснов. 14-летний сургутянке имплантировали в сердце миниатюрный компьютер. Высокотехнологичную операцию провели врачи окружного кардиодиспансера. Родители девочки забили тревогу, когда у нее стало подниматься высокое артериальное давление и открывались носовые кровотечения. Обследование помогло выявить гипертрофическую кардиомиопатию. Причиной редкой для таких молодых пациентов патологии зачастую является мутация генов. Ребенка направили в федеральный центр, где у нее заподозрили синдром Данона. Это заболевание замещает здоровые ткани фиброзными и увеличивает сердце в размерах. Со временем возникает аритмия, чтобы не допустить опасных осложнений. Специалисты имплантировали девочке кардиовертор-дефибриллятор. Операция длилась около часа. Юная пациентка хорошо восстанавливается и скоро ее выпишут домой. Это все новости к этому часу. До новых встреч на телеканале Югра.